В этой теме мы рассмотрим стандартные делегаты .NET. В самой .NET есть некоторые определенные за нас делегаты. Например, такой делегат как action. Это набор делегатов, которыми мы можем пользоваться, то есть нам необязательно создавать свои делегаты. Action общая идея в том, что мы можем, скажем, определять какое-то действие. Он ничего не возвращает и принимает какой-то параметризированный тип. Также принимает какие-то в данном случае значения, объекты, не важно. Причем существует перегрузка до шести таких объектов. Давайте рассмотрим код, для примера. В методе мы вызовем некоторые методы и также отдельно создадим эти методы. Что мы делаем? Мы создаем тип action, делегат типа action, помещаем, параметризируем двумя и дальше через ссылку указываем на какой-то метод. В данном случае на этот метод делаем какую-то операцию, передая метод. Здесь проверяем x больше второго икса и опять передаем эти иксы. Отлично. То есть делаем какое-то действие. Второй делегат стандартный, который мы рассмотрим, это предикат. Само слово предикат означает, что это какое-то утверждение, то есть что-то является истинной или нет. Например, в данном случае мы назвали ispositive, то есть является ли число позитивным. В данном случае мы создаем делегат, который принимает какой-то икс и возвращает сравнение x больше нуля или нет, то есть возвращает true или false. Например, мы можем вызвать этот делегат, используя ispositive. Отлично. Третий тип, который мы рассмотрим, это function. Посмотрим варианты перегрузки этого делегата. То есть у нас есть какой-то делегат function, который через out параметр возвращает какой-то результат и также имеет ряд перегрузок, то есть какой-то один параметр, два параметра и так до 16 параметров. Может быть здесь передано и в конце передается result. Рассмотрим код с применением данной функции. Создаем function делегат и несколько методов. Отлично. Здесь мы создаем делегат, то есть мы не определяем заранее делегат. Вызываем делегат, указываем на какой-то метод, в данном случае обычный факториал, который считает числа. И далее передаем другую функцию, сравниваем больше или нуля, возвращаем и выводим на консоль. Отлично.